В этом году в отношении правонарушителей, позволивших себе закурить сигарету в запрещенных местах, уже составлено 3071 админпротокол по городу Донецку. Однако эксперты проекта «Донецк без табачного дыма» уверены в том, что отдельным общественным организациям тяжело самостоятельно бороться с курильщиками, которые не против травить рядом стоящих людей. Без объединения усилий всех структур очень сложно, потому что силами только общественности это невозможно. Но в то же время правоохранительные органы также нуждаются в нашей помощи. Где-то есть недопонимание закона или недопонимание даже актуальности, то есть зачем и почему. Поэтому мы пришли с таким предложением, что давайте мы будем проводить совместные семинары, лекции. Правоохранители отмечают, что самыми распространенными местами, где нарушается закон о запрете курения, остаются улицы, скверы и другие общественные места. Основные усилия главного управления направлены на реагирование на заявления граждан, а в последнее время участились случаи жалоб на курящих соседей. С начала года в Донецкой области было зарегистрировано 37 сообщений, где граждане жалуются на соседей или неизвестных курильщиков подъездов жилых домов. Чем самым нарушают часть первой статьи 175 административного законодательства Украины о запрете курения в общественных местах. Санкция статьи 175 является профилактической, поскольку предусматривает предупреждение либо наложение штрафа в размере от 17 до 85 гривен. В случае, если человек впервые привлекался к ответственности, ему сотрудники милиции вносят предупреждение. Ещё одно место, где запрещено курение – это ресторанное хозяйство. Соблюдение в нём исполнения данного закона возложено на инспекцию по вопросам защиты прав потребителей. Но, к сожалению, данный контролирующий орган ограничен в своих действиях, и об оперативном реагировании не может быть и речи. С законом про основание засады предусмотрено, что если обратился к нам потребитель с жалобой о том, что курят в том или ином ресторане, мы не можем выйти оперативно, не можем отреагировать тут же, не можем выехать туда на проверку сразу, потому как нам необходимо разрешение госпотребинспекции Украины. И мы действуем в своём правовом поле, и мы не можем выходить за рамки, к сожалению, когда уже есть моменты предупреждения субъектов хозяйствования о том, что будет проверка проведена. Откуда информация эта уходит – не знаю. Несмотря на многие недочёты в законодательной базе, на ограничение полномочий контролирующих органов, процесс защиты общества от табачного дыма набирает обороты. Участники круглого стола сошлись во мнении о необходимости расширения сфер сотрудничества и координации действий ответственных структур для повышения уровня эффективности выполнения антитабачных законов. Ника Пимонова, Александр Худалей, Первый муниципальный.